приветствую вас господа трейдеры на очередном еженедельном обзоре финансового рынка если меня слышно то пожалуйста напишите об этом чате слышно замечательно так привет из кишинева привет а сегодня мы будем работать скорее всего под звуки перфоратора потому что рабочие должны были работать в субботу но предвыборный день тишины видимо они поняли как он и звучит день тишины поэтому в субботу почему-то они не работали ты работают сегодня поэтому надеюсь что они скоро прекратят но могут быть лишние шумы так давайте перейдем на мой экран и начнем разбирать валютные пары давайте сразу пройдемся по важным экономическим событиям потому что их будет на этой неделе достаточно и они очень важны в среду объявление о процентной ставки по соединенным штатам америки и ожидается повышение процентной ставки на 0 25 процентов а сейчас ставка полтора процента и ожидается 1 75 по новой зеландии решение процентной ставки 23 00 также в среду но не ожидается никаких изменений и скорее всего она останется также 1 75 процента и конечно же в пятницу до пятницу решение по процентной ставки по россии и в очередной раз снижение ожидается на 0 25 процентов и сейчас у нас семь с половиной процентов и ожидается то что будет 7 25 то есть мы еще снижаем процентную ставку конечно же это хорошо повлияет на фондовые рынки потому что как я уже говорил снижение процентной ставки делает кредиты дешевле для предприятий для юридических лиц и и соответственно это дает больше прибыли ну в принципе низкая процентная ставка это все-таки показатель хорошей экономики мы стабильно ее снижаем поэтому на удивление экономика восстанавливается очень быстрыми темпами после такого вот сильного кризиса нефтяного кризиса который у нас был так валютная пара евро доллар мы покупали на прошлой неделе выше уровня 1 23 32 и вы помните что мы переводили сделку без убыток и фиксировали часть прибыли на уровне 1 23 85 впрочем здесь мы чуть-чуть пришли дальше после этого у нас началась нисходящая конструкция и что мы сейчас видим мы сейчас видим у нас синяя конструкция в сине конструкции у нас коричневая конструкция в коричневой конструкции у нас красная конструкция и сейчас вот есть пробитие красной конструкции завершения именно вот этой вот волны c коричневой а что нам надо для того чтобы рассматривать покупки но здесь видите здесь и уровни говорят о завершении коричневой конструкции и в принципе мы можем получается и по уровням отработать также отработать и по конструкциям. Давайте рассмотрим возможные покупки. Что нам надо? Нам нужно пробить наклонный канал. Естественно, нам нужно пробить наклонный канал коричневой конструкции, то есть нам нужно завершить коричневую конструкцию как минимум. В принципе, если завершим конструкцию синюю, будет еще лучше, но минимум нам нужно завершить коричневую конструкцию. После этого получить волну коррекции, соответственно. И уже внутри волны коррекции, выше уровня 1.22.93, мы рассматриваем покупки. Почему выше уровня? Уровень у нас просто зеркальный, видите, здесь у нас он был уровнем поддержки, здесь был уровнем сопротивления, здесь был также он поддержкой, то есть такой очень качественный уровень 1.22.93, поэтому ориентируемся именно по этому уровню и покупки я ниже этого уровня пока не рассматриваю. Если мы сильно спустимся вниз, то можно будет смотреть другие уровни, но здесь покупки, я считаю, что все-таки лучше рассматривать выше уровня, можно внутри коррекционной волны, которая будет или на пробитие, рассматривать покупки выше 1.22.93, ну и соответственно ниже уровня 1.22.93 мы можем рассматривать продажи, то есть если мы сейчас в принципе уже завершили нашу конструкцию, конечно же здесь я продавать не буду и этому ряд факторов, если мы перейдем на M15, то мы увидим, что там у нас есть явное расхождение, вот оно это расхождение, таймфрейм M15, конструкция уровня M15, вот она A, B и вниз пошла волна C, и мы видим, что у нас сформировалось расхождение, выход за 0 был, все как положено, то есть такое хорошее расхождение, и поэтому ожидать какой-то силы движения вниз, я думаю, не стоит, почему? Потому что, ну, во-первых, мы находимся уже в конструкции уровня M15, то есть сначала была конструкция уровня H1, вот она A, B, потом пошла конструкция M30 и уже внутри M15, но переходить дальше на M1, то есть здесь уже просто ловить для продаж особо нечего, поэтому для того, чтобы рассматривать продажи, мне нужна трехволновка вверх, вот у нас сейчас, в принципе, есть уже волна A, вниз, возможно, это корректируется волна B, то есть если мы не пробьем наш минимум, не пробьем уровень 88.2 вот данной конструкции, то это будет волна B, и после этого мне нужна волна C, то есть мне нужна трехволновка, мне нужна трехволновка вверх, которая, возможно, сделает ретест уровня 1.22.93, и после этого на завершении этой трехволновки, то есть что я делаю, я просто встрою наклонный канал по трехволновке, которая будет, если такая будет, и на завершении этой трехволновки я ищу нисходящую конструкцию, волновую конструкцию и, естественно, продаю. Во-первых, что это нам даст для продаж? Естественно, мы пойдем по нашему основному тренду, мы будем продавать ниже нашего зеркального уровня 1.22.93 и у нас наберется сила для того, чтобы идти вниз, плюс будет повышение волнового уровня. В таком случае у нас будет разметка, вот это вот будет вниз, волна A, соответственно, вверх вот эта трехволновка, это будет B, и вниз уже будет C. Что нам брать в профит? Просто натягиваем фибосетку на волну A и берем 138.2, 161.8 в профит по фибоначи от данной конструкции. То есть уровни 138.2, вот наш уровень, 1.22.26 и, соответственно, 161.8, здесь у нас сочетание фиба уровней, синтез фиба уровней, в районе 1.22.06 мы уже закрываем всю продажу. Для покупок наши целевые уровни это 1.23.32 и 1.23.85. Это вот ближайшие целевые уровни для покупок. Что нам говорит профиль? Ну здесь в принципе профиль был небольшой, вот верхнюю границу я не буду корректировать именно по верхней границе зоны высокого спроса. Почему? Потому что здесь у нас уровень хороший, то если чуть-чуть ниже опустить, то будет уже ситуация похуже, именно если рассматривать уровни. И давайте возьмем нижнюю границу, вот она наша нижняя граница, давайте ее чуть-чуть ниже спустим, для того, чтобы она у нас все-таки работала по уровню. И что нам надо для того, чтобы рассматривать покупки? Нам нужно подняться выше 1.22.97 и на ретесте данного уровня мы рассматриваем покупки. И также можем рассматривать продажи от уровня 1.22.97, если мы к нему подойдем и не пробьем его. То есть это будет как раз вот эта вот нужная нам коррекция вверх, для того, чтобы дальше идти вниз. Мы подходим к уровню, его не пробиваем, мы наставим прям H1 и тогда здесь мы рассматриваем продажи. Такие вот в принципе несложные продажи от нижней границы зоны высокого спроса в прошлой неделе. Фунт канадец. Здесь мы рассматривали покупки на завершение нисходящего тренда. Вы помните, что нам нужно было пробить наклонный канал. Мы его пробили, получить волну коррекции мы ее получили. И после этого рассматривать покупки. На ловушке для профи мы переводили сделку без убыток. Вы знаете, что мы стараемся это делать все время, потому что главная задача это все-таки сохранить депозит. В районе 1.8042 мы переводили сделку без убыток. И какой наш профит, какая наша цель? Ну все банально просто. Уровень 138.2 по фибоначи от волны А. То есть была точка входа на откате Б, вы помните, что внутри этой Б. То есть это А, это Б. Внутри этой Б мы можем ее в покупку на завершение этой Б. И после этого 138.2 взяли в профит. В принципе все просто здесь и понятно. Здесь мы по профиту разобрались. Сейчас, кстати, видите, мы идем в фунт. Растет и у нас есть восходящая конструкция. Давайте ее разобьем на под волны. Ну здесь на самом деле ее даже нет особого смысла. Вот у нас получается волна А. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы посмотреть силу этого восходящего движения. Канал восходящий. То есть в принципе у нас здесь тренд восходящий. И покупки здесь более предпочтительные. Но все-таки я бы завершил синюю конструкцию для покупок. Почему? Потому что нужна нормальная коррекция для того, чтобы хорошо идти дальше вверх. Так сейчас у нас такая вот разметка получается последнего движения. То есть наш последний ФЗР, который здесь образовался. Вот он наш ФЗР уровня. Сейчас мы определимся по уровню. Наверное М30 здесь можно на него говорить? Да, можно говорить М30. Но здесь, как вы видите, индикатор весом осциллятор нам показывает явное расхождение. То есть сил все-таки идти вверх особых нет. Поэтому, конечно же, здесь на пробитии максимум я не буду рассматривать покупки. Потому что цели какие-то ставить очень сложно. Почему? Потому что, ну от чего? От конструкции уровня М30, которая показывает сильное расхождение. Здесь особо ничего не добьешься. Денис пишет, а уже ослабевает. Вот. АО ослабевает. Совершенно верно. То есть индикатор весом осциллятор нам показывает, что вверх идти тяжело. Но все нам показывает расхождение, постоянное расхождение. Поэтому смотреть сейчас покупки здесь я не буду. То есть что мне надо для того, чтобы покупать, в принципе, и для того, чтобы продавать. Продажи, конечно, наверное, все-таки лучше рассматривать на завершении нашей всей конструкции. Потому что тренд у нас долгое время уже восходящий. И ниже уровня, ну во всяком случае, если не на завершении, то стараться ниже уровня 1.80.42. Уровень у нас зеркальный, хороший, качественный зеркальный уровень. Поэтому стараться все-таки, наверное, продажи лучше ниже уровня рассматривать. Уже когда мы пробьем уровень. Ну или если небольшим риском, если у нас будет здесь завершение, то можно попробовать. Но я бы, наверное, не стал. Почему? Потому что если мы посмотрим на более долгосрочную перспективу, то у нас постоянно восходящий тренд. Мы находимся в восходящем ценовом канале. И поэтому просто проблема в том, что если мы будем продавать на завершение нашей синей конструкции, то мы можем попасть на волну B, то есть на коррекцию, которую нам надо как раз рассматривать покупку. Но если мы такую продажу рассматриваем, вот она А, Б, С, то есть продажа при усеченной волне С, потому что сейчас красная конструкция, она имеет усеченную короткую волну С. То обязательно рассматриваем переворот. И вот этот переворот как раз и будет являться нашей покупкой. Строим наклонный канал по конструкции, которая у нас будет, нисходящая трехволновая конструкция. И на завершение данной конструкции пробили наклонный канал, скорректировались и рассматриваем покупки. Именно покупки. То есть мы здесь покупаем. Вот такая вот покупка. И здесь же мы переворачиваемся. То есть если мы здесь продавали на нисходящей конструкции, то здесь мы переворачиваемся, то есть мы закрываем нашу продажу и открываем покупку. и на ловушке для профи переводим сделку без убыток, то есть на нашу максимум. Что у нас получится за разметка? У нас получится разметка с повышением волнового уровня, что у нас будет вот эта вот волна А. Вниз коррекция трехволновая волна В. И, соответственно, вверх мы будем ждать вот эту вот волну С. Что нам брать в профит? Все очень просто. Натягиваем к посетку на волну А предполагаемую. И 138 и 261.8 берем в профит. Вот наш уровень. Даже можно 123.6, потому что здесь волна А очень большая. 1.84.24, 1.85.04 и 161.8, 1.86.36. Это наши цели для покупок. Если мы здесь входим в продажу, то обязательно на уровне 1.80.42 переводим сделку без убыток. Это просто крайняя необходимость, потому что уровень зеркальный, уровень очень сильный. По профилю мы покупали на ретесте 1.78.26. В принципе, мы его пробили уровень очень хорошо. То есть здесь продажи никакие быть не могли на уровне 1.80.29. Почему? Потому что мы пробили данный уровень. После этого можно было также на ретесте покупать уровень 1.80.29. И, в принципе, мы дошли вот до нашего следующего уровня. То есть здесь по уровням очень хорошо отработала пара. Что нам сейчас надо? Мы сейчас уже пробили верхнюю границу зоны высокого спроса прошлой недели. Для того, чтобы нам продавать, нам нужно пробить уровень 1.82.71. И на ретесте данного уровня мы рассматриваем продажу. И покупку рассматриваем на уровне 1.80.29. На ретесте здесь мы не по нижней границе ориентируемся, а все-таки по уровню. Потому что уровень зеркальный. Поэтому, если мы спустимся вниз, то, соответственно, цель для продажи наша 1.80.29. И здесь уже рассматриваем покупки. Если пробиваем уровень, то на ретесте уровня рассматриваем продажу. По фунту доллару, что у нас интересно. Сейчас, кстати, вот смотрите, у нас намечаются покупки. В принципе, могут быть довольно неплохие покупки по фунту доллару. Что здесь такого хорошего? Давайте разберем, кстати, возможную покупку, которая может быть уже очень-очень скоро. Здесь у нас нисходящий ценовой канал. Канал построен на таймфрейме M30. В принципе, такой вот краткосрочный ценовой канал. Но при этом он довольно хороший. Сейчас мы, кстати, видите, ударились о уровень 1.39.40. Уровень зеркальный. И здесь как раз верхняя граница нашего нисходящего ценового канала. На что похоже это движение? Даже если просто на него вот так посмотреть, то здесь у нас импульс. Такое хорошее восходящее движение, сильное. И здесь у нас, видите, как идет импульс, коррекция, импульс, коррекция. То есть такое вот накопление. То есть больше это движение похоже все-таки на волну B. То есть если мы делаем разметку, то получается это волна A. Вот это вот вниз волна B. И здесь у нас может быть точка входа на откате B. Откате какой B? Вот этой вот зеленой. То есть нам нужна вверх волна A, которая у нас уже есть. Вниз коррекция волна B, которая у нас тоже уже есть. И вверх, соответственно, нам нужна волна C выше уровня 1.3946. Мы рассматриваем покупку. Во-первых, такая покупка будет выше 200-й скользящей средней, выше ценового канала и выше уровня 1.3940. И она будет на восходящей конструкции. Когда мы рассматриваем продажи на перевороте, строим наклонный канал по нашей конструкции, которая у нас будет. В принципе, она вот уже практически, она уже даже, наверное, есть. Если мы перейдем на меньший таймфрейм, то я вам скажу более точно. Нет, здесь еще конструкция не сформировалась, потому что уровень 88.2 у нас еще пока не пробит. Если у нас сформируется восходящая конструкция, строим наклонный канал. И на завершение этой восходящей конструкции мы уже рассматриваем продажу и рассматриваем переворот. То есть мы вот дошли до уровня, например, здесь, да, и не пошли дальше, то есть формировали усеченную восходящую конструкцию, то нам нужна вниз волна, коррекция вверх. И здесь мы рассматриваем продажу. И, соответственно, если у нас есть покупка, то мы закрываем покупку здесь же. Ну, пока, как видите, ценовой канал сдерживает цену. То есть пока мы находимся в нисходящем ценовом канале все-таки. И пока здесь только продажи. Также какие могут быть продажи, если мы сейчас пойдем вниз, они могут быть ниже нашего вот этого вот уровня. Что это будет за продажи, мы сейчас тоже разберем. Если мы рассматриваем такие вот продажи ниже данного уровня, что это у нас за уровень, давайте посмотрим. 1.39.10. Если мы рассматриваем продажу ниже 1.39.10, то мы предполагаем, что вниз вот эта вот красная, это волна А, вверх коррекция волна В, вниз АС, ВС и, соответственно, волна СС. То есть, опять-таки, точка входа на откате В, та же самая на откате В, 100+, за уровнем 1.39.46 ставим. И на ловушке для профи обязательно переводим сделку без убыток. И цель 138.2 по Фибоначчи от предполагаемой волны А, то есть от этой вот волны. 138.2 это 1.38.51. И 161.8, 1.38.30 это наши цели для продажи. Что нам интересно говорить о профиле? Здесь у нас, в принципе, уровень хорошо отрабатывается. Зона высокого спроса, если мы поставим, то она будет похуже, чем уровень. Вот она, зона высокого спроса. Как видите, здесь уровень, в принципе, тоже неплохой, но я бы, наверное, все-таки оставил ее здесь, потому что мне этот уровень нравится гораздо больше. Ну, во всяком случае, он отрабатывается намного лучше. И вот у нас верхняя граница зоны высокого спроса прошлой недели. Кстати, верхняя граница очень хорошая. А что нам надо для того, чтобы продавать? Нам нужно пробить уровень 1.3907, после этого получить волну коррекции и, соответственно, после этого рассматривать продажу. И опять-таки мы можем рассматривать продажу от уровня 1.3992, то есть от верхней границы зоны высокого спроса прошлой недели. И покупки рассматриваем уже на пробитии, на ретесте, то есть если у нас подтвердится восходящее движение, то на ретесте 1.3992 мы рассматриваем покупки. Ну и, соответственно, от него же мы рассматриваем и продажи, если мы его не пробьем. Опять-таки, если подходим сюда, если у нас есть какое-то подтверждение, то есть когда мы рассматриваем на отбой, вообще когда нужно работать с уровнями на отбой, когда есть какая-то слабость, это может быть индикатор весомого осциллятора, который покажет дивергенцию или расхождение, это может быть индикатор процентного антиапазона Вильямса, то есть нам нужно в любом случае подтверждение того, что мы пойдем вниз, то есть вот у нас пошла цена вверх, вот наша линия, и она у нас идет вверх, дошла до уровня. Что нам надо для того, чтобы здесь принять решение о продаже? Это сделка против тренда, это факт, то есть если у нас восходящее движение, то мы продаем, получается мы работаем против тренда, против текущего тренда. Поэтому нам необходимо дождаться какой-то слабости, то есть увидеть эту слабость. Включаем индикатор весомого осциллятора, смотрим, есть ли у нас расхождение, отлично, продаем. Или включаем индикатор процентного диапазона Вильямса, опять-таки смотрим, цена находится в зоне перекупленности, тогда тоже можно будет продавать. Но если у нас нет дополнительного инструмента, который нам подтверждает нашу сделку против тренда, то ни в коем случае этого не делаем. Доллар канадец. Здесь у нас в принципе могло быть две покупки. Первая покупка могла быть на завершении... Так, сейчас давайте чуть-чуть уменьшим. На завершении нашей волны С, то есть у нас была вот эта А, это Б и это С. Был построен наклонный канал, здесь была покупка на завершении волны С. И здесь была покупка, мы ее тоже с вами рассматривали, выше уровня 1.28.60, опять-таки мы это рассматривали. И на завершении всей волны Б, то есть всей предполагаемой Б. Опять-таки та же самая точка входа на откате Б. То есть у нас ничего не меняется, все банально, просто и одинаково. Построили наклонный канал по предположительной волне Б. После этого получили волну А, волну Б, коррекцию. И здесь точка входа на откате Б, на ловушке для профи. Здесь перевели сделку без убыток, взяли в профи 138.2. Все. Ничего не меняется, то есть все остается то же самое совершенно. Так, что у нас сейчас есть? У нас есть сильное восстановление доллара, то есть доллар у нас очень сильно растет, в принципе мы это видим. У нас явное восходящее движение. Когда мы можем рассматривать продажи, да в принципе и покупки, наверное, тоже так же будем рассматривать на завершении нашей конструкции. Вот это вот зеленое. Почему? Потому что нужна коррекция. Нужна коррекция для того, чтобы нормально пойти вверх или нормально пойти вниз. То есть нужно вот это вот, чтобы все-таки немного остановилось. Что нам об этом говорит? Ну, здесь у нас и на индикаторе есть явная дивергенция. Вот она дивергенция. То есть, да и в принципе по движению видно, что сил мало для того, чтобы идти вверх. Поэтому я, во всяком случае, здесь не буду покупать. Почему? Потому что, во-первых, цель оставить какие-то большие не получится по той причине, что если мы натянем фибосетку на нашу волну А, на эту волну А, то мы видим, что цена уже дошла до уровня 200 практически. То есть тут осталось до 200 совсем чуть-чуть, но в принципе она, наверное, так и сделает. Дойдет до уровня 200. Дальше уже будет идти очень тяжело. То есть нужно скорректироваться, нужно получить новые силы. Поэтому для того, чтобы нам рассматривать покупки и рассматривать, в принципе, продажи, давайте рассмотрим возможные покупки и возможные продажи. Волна А пробивает наклонный канал, после этого коррекция волна Б, и после этого волна, ну, если коррекция глубокая, то мы рассматриваем продажи внутри волны Б. Ну, точка входа на откате Б на продажу. А, С, Б, С и, соответственно, С, С. То есть здесь мы рассматриваем продажу. И что мы делаем, если у нас, мы попадаем на усеченку, то есть мы хотим получить, соответственно, большую волну, да, получаем ее маленькую, усеченную, мы переворачиваемся. То есть здесь у нас срабатывает как раз покупка по основному тренду. Устроим наклонный канал и точка входа при усеченной С, волна А, волна Б. И на пробитии волны А мы ставим покупку и закрываем нашу продажу. То есть мы просто переворачиваем сделку по текущему тренду. На ловушке для профи мы переводим на максимум, переводим сделку без убыток. И наша цель, натягиваем фибосетку на нашу восходящую конструкцию. И вот она, в принципе, цель 123.6, даже, наверное, чуть-чуть ниже, лучше здесь по уровню отработать. 1.3189, 138.2, 1.3242 и 161.8, 1.3314. Это наша цель для покупок. Так, здесь мы с вами разобрались. Что у нас интересного по профилю? Вот мы находимся выше зоны высокого спроса, верхней границы. Для того, чтобы нам рассматривать продажи, нам нужно пробить уровень 1.3095 на ретесте данного уровня мы рассматриваем продажу. Целью максимального спроса прошлой недели 1.2953 и нижней границы 1.2892. Также можно от этих уровней 1.2953 и 1.2892 рассматривать покупки, если здесь мы увидим какую-то слабость. То есть мы помним, да, что если мы работаем на отбой, то нам нужно подтверждение в виде слабости на индикаторе весомо-силлятора или МАГДИ, то есть тем, кем вы пользуетесь, о том, что появилась какая-то дивергенция или расхождение. Доллар-иена. Так, ну здесь, в принципе, все случилось, наконец-то. У нас сформировалась нисходящая конструкция. Вот такая вот. Вот он, наш наклонный канал. То есть мы пробили уровень 1.882, буквально недавно он был не пробит. И, наконец-то, он стал пробит. То есть мы получили нашу конструкцию. Кстати, видите, пошли вверх. То есть у нас здесь на самом деле большая слабость у продавцов. Поэтому очень даже возможно, что мы пойдем именно вверх. То есть сейчас у нас получается разметка вот этого вот волна А. Здесь было повышение небольшого волнового уровня. Вверх волна В. И вниз волна С, пока она усеченная. Пока эта волна С усеченная, что будет потом неизвестно, но пока она усеченная. А что нам надо для того, чтобы рассматривать покупки и для того, чтобы рассматривать продажи? В принципе, я бы завершил все-таки эту нисходящую конструкцию в любом случае и для покупок, и для продавцов. Во-первых, у нас сильный уровень для продаж. То есть продажи нам здесь рассматривать не очень удобно. Уровень 105.57 не пробит. И опять-таки, мы находимся возле нашего минимума 105.19, поэтому не сильно далеко на самом деле. Поэтому я бы все-таки получил восходящую конструкцию. Итак, рассматриваем покупку сначала. Пробиваем наклонный канал. Точка входа при усеченной С. Какой усеченной С? При вот этой вот голубой усеченной С. То есть А, Б, усеченная волна С. Усеченная, потому что она не пробила уровень 123.6, но она здесь и не пробила уровень 100. То есть это скрытая усеченная. Это такая совсем усеченная конструкция. Волна А, волна Б. На пробитии волны А мы рассматриваем покупку. И с целью до максимума нашего 107.17 можно держать целью для покупок. Ну, опять-таки, у нас здесь есть, видите, промежуточный уровень, очень даже неплохой. Вот он данный уровень. Вот так вот. Поставим. 106.38 это наша такая цель для безубытка. Хотя можно даже попробовать посмотреть вот этот уровень, что он нам показывает. Тоже неплохой уровень. Давайте, наверное, на него ориентироваться. Почему? Потому что это наша волна С усеченная. То есть здесь уровень будет более сильный. Поэтому на 106.20 мы переводим сделку безубыток, если рассматриваем покупку. И дальше целью держим 107.17 для покупок. И когда мы рассматриваем продажу на перевороте, строим наклонный канал по конструкции, которая у нас будет. Так вот он наш наклонный канал. И так получилось, что мы не пошли вверх. То есть мы дошли до уровня 106.20 и не пробили его. И идем вниз. Что нам надо делать? Нам нужно получить волну А. После этого коррекцию волну Б. И после этого, соответственно, волну С. Здесь мы продаем. Рассматриваем продажи. Естественно, мы закрываем нашу покупку. То есть если у нас здесь была покупка, если мы покупали, то здесь мы продаем и закрываем нашу покупку сразу же. Вот такой торговый план. То есть мы делаем переворот. Что у нас будет за разметка? У нас будет вот это вот вниз. Вот такая вот волна А. Вверх волна Б. Ну и, соответственно, вниз волна С, которая имеет три волны. То есть волна С, которая пока имеет АС, БС и волна СС. Вот такая вот будет разметка. Опять-таки, если мы рассматриваем продажи, на уровне 105.57, на ловушке для профиля мы переводим сделку без убыток. И цель 105.19 это ближайшая цель. Что нам говорит профиль? Ну вот сейчас мы подходим к зоне высокого спроса нижней границы. В принципе, и также подходим к нижней границе, снизу, к зону высокого спроса за прошлой неделей. Но давайте ориентироваться все-таки по прошлой неделе. Пробиваем 105.91, на ретесте рассматриваем покупки. Продажи от нижней границы я не рассматриваю. В принципе, я здесь уже объяснил, почему. То есть, здесь у нас есть слабость, есть сильный уровень 105.57, поэтому здесь с продажами я пока чуть подожду. Но опять-таки, у нас здесь рядом 105.19, поэтому сильно далеко вниз идти пока некуда. И вот она наша зона высокого спроса, верхняя граница. Здесь мы держим цель 106.64 для покупок. И опять-таки, рассматриваем продажи от данного уровня. Если мы его не пробьем, у нас будет какая-то слабость. Так, что у нас интересного по золоту? Здесь у нас есть нисходящая конструкция. В принципе, уровень 1307 сдержал продавцов, сдержал очень так настойчиво. Поэтому, для того, чтобы рассматривать какие-то продажи, нужно все-таки оказаться ниже уровня или получить повышение волнового уровня. То есть, можем рассматривать продажи как на перевороте, так и ниже уровня 1307. Покупки, когда рассматриваем. строго выше уровня 1313 после пробития наклонного канала, то есть, после завершения вот этой вот синей нисходящей конструкции. Пробили наклонный канал, получили волну коррекции и уже выше 1313 рассматриваем покупки. Но, на что нам стоит обращать внимание, очень важно на наклонный канал нашей главной нисходящей конструкции, вот этой вот голубой конструкции. Почему? Потому что цена очень часто отталкивается от наклонного канала, поэтому это наша ближайшая цель, где нам обязательно нужно перевести сделку без убыток или зафиксировать часть прибыли. То есть, мы обязательно смотрим на данный наклонный канал. И когда мы рассматриваем продажи, первый вариант это просто строим наклонный канал по восходящей конструкции, которая будет и делаем переворот. Мы пошли вниз, волна А, волна Б и уже ниже уровня 1313, в принципе, уровень сильный, уровень зеркальный, ниже 1313 мы рассматриваем продажи, но с ближайшей целью 1307, здесь мы переводим сделку без убыток или фиксируем часть прибыли. И дальше уже для получения цели мы натягиваем фибосетку на нашу волну А, которая у нас будет после повышения волнового уровня. И вот они наши цели 1300, это наша главная цель, в принципе, для продаж. Ну и дальше можно держать уже 138,2 и 161,8. 1295 и 1287. Это цели для продаж. И фондовый рынок Apple находится во флете. Уровень 177,92 продолжает сдерживать продавцов. В принципе, здесь уровень важный, но я бы вот здесь в флете все-таки не стал работать. Я бы дождался уровня пробития 184,1 и уже после этого можно рассматривать покупки. Или еще такой есть вариант. Строим наклонный канал по нисходящей усеченной конструкции. Она явно усеченная. Здесь очень сильное расхождение. Вот мы видим на индикаторе весом осциллятор расхождения. Что нам надо? Нам нужно просто получить восходящую волновую конструкцию. Что это такое? Это волна А, коррекция Б. На пробитии волны А мы рассматриваем покупку точка входа при усеченной волны С. Ниже 177,92 мы ставим 100+. Цели на уровне 184,1 все-таки стоит перевести сделку без убыток, потому что уровень сильный, я бы его не стал игнорировать. И цель 183,61. Что у нас было на прошлой неделе? Мы хотели покупать на ретесте 184,1 Вот здесь кстати важный момент. На ретесте мы как видим цена пробила уровень и закрылась ниже данного уровня. То есть естественно ретеста никакого не было, то есть уровень был пробит. Поэтому здесь на ретесте покупок быть не могло просто. Сейчас мы также рассматриваем на ретесте 184,1 или на восходящей конструкции. Facebook мы подошли к уровню 185,62 в очередной раз уже сколько раз мы сюда подходили даже уже посчитать сложно. Вот мы здесь подходили здесь подходили здесь мы опять подошли к уровню поэтому выше 185,62 рассматриваем покупки выше и лучше все-таки на каком-то ретесте. Почему на ретесте? Потому что в принципе вот Facebook Apple очень хорошо отрабатывает уровни. Поэтому мы пробиваем просто чтобы не попасть на ложное пробитие поэтому я все-таки предпочитаю сделать какой-то ретест. Ну или небольшим риском если каким-то то можно просто выше уровня опять-таки в покупке. Цель 195,28 это ближайшая цель для покупок 100+, ниже уровня 180,41 Сбербанк сегодня такое вроде неплохое открытие сейчас мы немного корректируемся вниз но на самом деле не все так плохо потому что в пятницу объявление процентной ставки скорее всего ее еще снизят поэтому это конечно же позитивно отразится но сейчас возможно что мы как раз и корректируемся для того чтобы можно было по более выгодной цене купить. что у нас есть в волновых конструкциях когда мы рассматривали покупки на прошлой неделе мы рассматривали покупки на восходящей конструкции то есть мы не просто так торгуем именно конструкции это для того чтобы не входить тогда когда не надо входить то есть у нас была предположительная волна А, С, Б, С и выше данного уровня мы рассматривали покупки естественно выше мы не пошли мы просто пошли вниз поэтому мы просто не купили Итак, сейчас когда мы можем рассматривать покупки выше 259.60 на восходящей волновой конструкции Ну вот в принципе у нас сейчас уже формируется коррекция Интересно насколько она будет большая эта коррекция, потому что вроде неплохо идем вниз Или на ретесте 250.60 также можно рассмотреть покупки Но ближайшие цели для покупок это наклонный коричневый канал То есть вот это вот наша конструкция, это ближайшая цель для покупки В районе 268 мы переводим сделку без убыток или фиксируем часть прибыли Почему? Потому что здесь у нас очень сильный зеркальный уровень То есть видите, да, здесь у нас был сопротивление, здесь сопротивление, здесь поддержка Вот, потом мы его опять пробили, поэтому 268 это наша ближайшая цель, которую мы можем держать для покупок И дальше наша цель 275 или наклонный канал нашей голубой конструкции И главная цель 283.82, это наш максимум Продажи я по Сбербанку не рассматриваю Ну, у нас объявление процента ставки, как я уже сказал, в пятницу Поэтому если ее снизят, то это будет опять-таки хорошо для Сбербанка И опять-таки выборы президента прошли, как и ожидалось То есть это все-таки говорит о стабильности Поэтому каких-то таких вот проблем для Сбербанка я не вижу Газпром Вот здесь у нас, кстати, формируется торговый план Сегодня построил торговый план по Газпрому Ну, как видим, сегодня у нас аллигатор развернулся Развернулся именно в сторону покупок То есть он начинает подъедать медведей Мы пробили наклонный канал нашей нисходящей конструкции уровня H2 То есть здесь все на самом деле происходит очень хорошо именно для покупок Вот мы пробили наклонный канал Сейчас мы получаем коррекцию Вот наша коррекционная волна Волна B И покупки рассматриваем выше нашего максимума Выше 141.63 рассматриваем покупки на восходящей волновой конструкции А цели для покупок 146.50 и 149.80 Это ближайшие цели И опять-таки вы знаете, кто победил в выборах президента И понятно, что для Газпрома это, конечно же, тоже является победой Поэтому я думаю, что будет рост Но опять-таки на конструкциях То есть не то, что будет рост И поэтому нужно срочно нажимать покупать Когда мы видим, что цена идет вниз Нет, так делать нельзя В никаком случае есть торговые планы, которые необходимо соблюдать То есть видите, у нас есть нисходящая конструкция И она усеченная, да, это хорошо А здесь есть расхождение Вот оно наше расхождение А, Б, С То есть у нас здесь выход за 0 был Вот она волна А, волна Б, волна С То есть у нас здесь хорошее расхождение Которое, опять-таки, нам показало слабость Именно продавцов И мы пробили сегодня наклонный канал Что очень хорошо Сейчас делаем коррекцию, что еще лучше Поэтому выше 141.63 мы рассматриваем покупки Стоп-лот за уровень 137 Аэрофлот Ну здесь аэрофлот немного как-то слабо ни вверх, ни вниз То есть здесь мы находимся во флете на самом деле На прошлом деле мы рассматривали покупки выше уровня 158.95 В принципе, можно было здесь на ретесте купить Здесь на ретесте купить И здесь можно было купить на ретесте Возможности купить аэрофлот было более чем достаточно Что у нас сейчас есть? У нас есть пробитие нашей нисходящей конструкции То есть ее завершение Покупки можно рассматривать выше нашего уровня То есть просто будет здесь на восходящей конструкции Выше 162.56 рассматриваем покупки аэрофлота С ближайшей целью это как минимум перевести сделку без убыток На максимуме 164.98 Здесь мы переводим сделку без убыток или фиксируем часть прибыли Стоп-лост за уровень 158.95 То есть наш уровень Тут все очень просто И дальше что мы можем брать? Профит Натягиваем фигасетку на волну А предполагаемую И 123.6 161.8 Ну вот у нас есть какой-то уровень 168.40 Давайте посмотрим что это за уровень Может быть он даже будет какой-то очень важный Может быть лучше его использовать Да Да вот видите 168.40 Здесь сильный уровень Поэтому здесь лучше не 123.6 использовать А чуть-чуть ниже 168.40 И дальше 161.8 Или 200-я скользящая средняя Тут видите что будет раньше 175.42 Это вот такая вот наша наверное главная цель На неделю для Аэрофлота Если пойдем вверх Если пойдем вниз Отлично мы сможем еще дешевле потом войти в рынок Если не сработает торговый план То есть ничего страшного Магнит А здесь мы в принципе и вниз сходили И вверх вернулись То есть сейчас у нас есть восходящая конструкция Лучше выше 5191 Кстати будет отчет по магниту за 2017 год Если не ошибаюсь В среду Но все-таки я бы ориентировался выше 5191 Потому что уровень сильный Уровень пробить не можем никак Поэтому лучше на ретесте данного уровня Рассматривать покупки И Яндекс По Яндексу мы сейчас чуть-чуть опускаемся вниз В принципе ничего страшного в этом нет Тут возможности будут для того чтобы купить По более выгодной цене Давайте рассмотрим возможные покупки На восходящей волновой конструкции То есть сейчас у нас есть предположительная волна А Вниз коррекция волна Б Вот она коррекция волна Б Вверх у нас есть волна АС Вниз волна БС Но здесь видите если мы будем покупать Выше волны АС То мы будем покупать практически на уровне 2491 Поэтому просто рассматриваем на ретесте данного уровня Так же как мы это делали по магниту То есть мы пробиваем уровень И на ретесте 2491.82 Мы рассматриваем покупки То есть когда у нас подтвердится Это восходящее движение Такие вот у нас покупки И так у нас тренд в принципе восходящий А можно попробовать на ретесте 2388 Но это если у нас будет какая-то дивергенция Надо смотреть по индикатору В принципе пока она у нас вроде есть А Б да пока у нас есть дивергенция Поэтому можно попробовать 2388 на ретесте Так же войти в покупку А тогда уже стоп-лосс стоит ставить Ниже 200 скользящей средней И опять-таки где-то в районе 2320 Такой вот стоп-лосс будет я думаю нормальный Но это уже сделка получится против тренда То есть это нужно тоже понимать У меня на этом все Если есть вопросы то задавайте Я на них с удовольствием отвечу Если нет вопросов то давайте приступать к торговле Отлично Всем все понятно Замечательно Я вам желаю как всегда профитов Профитов и еще раз профитов Зарабатывайте, выводите прибыль Тратите на своих любимых и близких До новых вебинаров Пока да кстати завтра вебинар по стоп-лоссам Очень интересный вебинар Поэтому приходите до завтра Пока Субтитры сделал DimaTorzok